Сегодня мы в гостях у Влады. Она создает вот такие интересные вещицы. Например, эти часы мастерица сделала в подарок своей дочке. Сейчас узнаем, как ее хобби переросло в нечто большее. Родители мои говорят, как только я пошла ногами, я сразу начала рисовать, лепить, творить и так далее. Но сначала это было, конечно же, подарки просто маме, папе, бабушке, дедушке. Потом, по мере взросления, начала делать подарки друзьям. А потом уже начала делать вещи на продажу. Вот этот, допустим, подарок, это мои лучшие подруги. Это вся ее семья, ее муж, ее дочки. Их реакция была очень для меня интересная и приятная очень. Эти часы, они подарены моей дочке Таисии. Она очень любит всяких червяков, бабочек, гусениц и так далее. И она у меня вот такая рыжая и кудрявая. Откуда рождается идея сделать ту или иную вещь? Вот как, допустим, эти часы создавались? Ну, я как сапожник без сапог, обычно бывает. Вот, я решила, что, ну что такое, я всем часы делаю на заказ, подарки, так далее. У себя часов нет. Я решила сделать себе часы, а так как у меня все в таком бело-черно-красном колорите, поэтому я решила сделать себе вот такую яблоню. Тем более у меня и везде яблоки присутствуют в квартире. У меня есть зеркало, которое я решила сделать полностью раму в наручных часах. Ну, сами понимаете, столько наручных часов не собрать. Поэтому я кликнула клич, кто одни часы приносил, кто гостяю мне приносил часы. Я сделала такую раму, сделала такое зеркало. Ну, конечно, неподъемное, но тем не менее. Это зеркало выставила в интернет, и одна чудесная женщина русская, она, правда, в Америке, она его увидела и сказала, что я покупаю, и вот она уехала к ней в гости. А есть какая-то мечта? Может быть, создать свою выставку или что-нибудь еще? Я мечтаю всегда, много лет создать выставку, но проблема в том, что у меня не задерживаются работы. Я никак не могу накопить то нужное количество работ, которые, в общем-то, будут достаточно для выставки. Поэтому, ну, надо, наверное, попридержать некоторые работы дома, и тогда я когда-нибудь, наконец-то, устрою выставку обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok